Привет, друзья! Сегодня расскажу вам о вкладочке Maps или карты в Lightroom, для чего она нужна, как использовать и что это вообще такое. Поехали, начинаем! Итак, вкладка Map. У каждой фотографии, если она была снята на фотоаппарат, который поддерживает запись геоданных GPS или на любой телефон, потому что телефоны все поддерживают это, в фотографию в данных EXIF записываются координаты GPS. И мы можем вот смотреть на в карте, увидеть, где была снята эта фотография вплоть до точного расположения. Это очень удобно при сортировке фотографий, при дальнейшем поиске тех фотографий, которые мы сделали, особенно если это фотографии делаются в путешествии. Мы можем посмотреть, где именно была сделана каждая фотография. Это можно посмотреть не только в Lightroom, а и в любом другом просмотрщике фотографий, как, например, ACDC на Windows или тот же iPhoto на Mac. Эта же информация отображается на телефонах, планшетах, везде, где мы просматриваем фотографию. Мы можем посмотреть информацию о том, где она была снята. Итак, что же делать, если наша фотография была снята на обычную зеркальную камеру, в которой нет встроенной функции GPS и которая не отображает эту информацию. Мы можем добавить ее вручную в Lightroom. Итак, как это сделать? Допустим, я знаю, что вот эти вот фотографии у меня были сделаны в Киеве. Я перехожу во вкладку Map. Просто нахожу то место, где они были сделаны. Приближаю. И мы можем просто перетащить группу этих фотографий прямо на то место, где они были сняты. Можно выбрать приблизительно, можно выбрать точно, вплоть до улицы дома, где это было снято. И теперь эта информация в виде вот такого значка сохраняется в каждую из этих фотографий. Теперь при экспорте, даже в формате JPEG, эта информация сохранится. Ее можно будет посмотреть на телефоне, планшете или другом любом компьютере, на котором мы будем просматривать эти фотографии. Эта информация с этими данными GPS сохранится. Итак, где это может быть использовано? Например, при путешествиях. Если вы много путешествуете, много фотографируете, то для того, чтобы найти ту или иную фотографию, вы можете сделать это по местонахождению, просто выбрав тот город, куда вы ездили. Например, Египет. И сразу найдется то количество фотографий, которые вы там сделали. Или второй вариант. Если вы хотите посмотреть, где именно была сделана та или иная фотография, просто клацаете на ней и отображается то место, где она была сфотографирована. Очень удобно. Вот так это выглядит в айфото. Можно посмотреть, где делалась каждая фотография. При необходимости просто перейти. Очень хорошая функция. Ну что ж, пользуйтесь встроенной функцией GPS на вашем фотоаппарате, если он этого поддерживает. А если не поддерживает, добавляйте геоданные вручную. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До встречи, пока!